В эфире информационно-правовая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В Гомеле изъята крупная партия на свае. В Наровле по подозрению в мошенничестве задержана 58-летняя жительница райцентра. Как работает полк патрульно-постовой службы милиции? Оперативное видео. В последнее время сотрудники милиции усилили контроль за оборотом некурительного табака, известного как на свай. Причем бьют не по мелким реализаторам, а по крупным поставщикам. В конце прошлой недели в поле зрения милиционеров попал гражданин Узбекистана, который с 2013 года имеет вид на жительство в Республике Беларусь. До этого проблем с правоохранительными органами не имел. 12 февраля он доставил в Гомель 100 килограммов на свая. Чтобы взять его с поличным, пришлось проводить спецоперацию. Чтобы преступник не сумел скрыться в частном секторе, в районе Центрального рынка пришлось перекрывать значительную часть территории. В результате осмотра в подсобном помещении был обнаружен некурительный табак. 43-летний мужчина признался, что привез товар из Москвы для оптовой реализации. Сотрудниками инспекции МНС по Центральному району в отношении него составлен административный протокол. Подсчитана и рыночная стоимость изъятого товара – 200 миллионов белорусских рублей. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий уже в текущем году из незаконного оборота изъято более 250 килограмм данной смеси. А именно на свая лица, причастные к его реализации, транспортировке, привлекаются к административной ответственности по статье 12.27 Кодекса административных правонарушений. В Наровле задержана жительница райцентра. По предварительной информации установлено, что пенсионерка незаконно в течение 7,5 лет присваивала пенсию брата, умершего 8 лет назад. В Наровле по подозрению в мошенничестве задержана 58-летняя жительница райцентра. После смерти родителей она продала отчий дом, переехала жить в Наровлю, забрав с собой недееспособного брата, инвалида с детства. На новом месте мужчина прожил недолго, и в феврале 2008 года в узком кругу женщина похоронила родственника на кладбище в деревне Киров, что за несколько десятков километров. Отвозить тело на вскрытие, оформлять свидетельство о смерти, как того требует закон, она не стала, смекнув, что и дальше сможет получать пенсию брата. Обман вскрылся лишь осенью прошлого года, когда в районном управлении социальной защиты населения обнаружили мёртвую душу. Корыстную родственницу арестовали. Сумма, которую она незаконно присвоила, составила около 88 миллионов рублей. В настоящее время проводится предварительное расследование, и данный человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 209. Это мошенничество. Мотив данных преступлений, он очевиден. Это, конечно же, корыстный мотив. И, естественно, она получала деньги из корыстных побуждений. Чтобы установить все детали преступления, специалистам пришлось провести эксгумацию тела. Необходимо было удостовериться, что это тело того самого человека, и выяснить, не была ли смерть его насильственной. Труп находился в выраженном скелетированном состоянии, что не позволяло установить состояние его внутренних органов, поскольку они полностью разложились. Однако на костях скелета каких-либо видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Кроме этого, была проведена экспертиза по установлению пола, возраста, предполагаемого роста, расовой принадлежности, поступивших на экспертизу костных останков. И плюс к этому были взяты образцы для проведения судебно-генетической экспертизы для последующего точного установления личности. Наравлянка уже второй раз привлекается к уголовной ответственности. В 2009 году ее судили за злоупотребление служебными полномочиями. В то время женщина работала страховым агентом и брала плату с клиентов, не оформляя страховых документов. Эксгумированное тело перезахоронено. В этот раз с соблюдением всех формальностей. Женщине грозит от двух до семи лет лишения свободы. К слову, родственники задержанной уже частично возместили ущерб. В Калинковичском районе в руках школьника взорвался китайский смартфон. ЧП произошло, когда мальчик собирался в школу. Отключенный от зарядного устройства телефон завис, и ребенок решил перезагрузить устройство, вынув аккумулятор. Как только он снял крышку, раздался хлопок, и смартфон выпал у него из рук. Разбуженная сыном хозяйка проветрила комнату, убедилась, что пожар им не угрожает, и вызвала спасателей. В результате инцидента батарея телефона расплавилась и прожгла дыру в диване и ковре. Вероятную причину взрыва назвали эксперты в сфере телекоммуникационной деятельности. Так, среди причин инцидента, которые время от времени случаются по всему миру, может быть замена фирменной или рекомендованной производителем аккумуляторной батареи на поддельную, либо некачественную. Необходимо напомнить нашим гражданам, что сейчас 21 век, у всех имеются современные гаджеты, мобильные телефоны, у некоторых и даже по двое. Такой вот случай произошел, молодой человек включил телефон, он взорвался в руках, а такое могло произойти и ночью. Поэтому необходимо еще также нашим гражданам напомнить, что установка автономных пожарных извещателей может предотвратить беду. Если же произойдет такое чрезвычайное происшествие, то вас вовремя повестит, и беда с вашей семьей не случится. Несмотря на погодные условия, они всегда на страже нашей безопасности и в любую минуту готовы прийти на помощь. Благодаря им на улицах существует порядок и ведется борьба с преступностью. Рассказываем о работе полка патрульно-постовой службы милиции. На этот раз в очередной рейд с патрульными отправились бойцы молодежного отряда охраны правопорядка. Золотое правило всех патрульных – перед дежурством пройти инструктаж. Командиры доводят ориентировки на преступников, напоминают о мерах безопасности при обращении с оружием. Строевой смотр на улице и по машинам. Первая рота полка по ПСМ патрулирует центральный район. Порядок на маршруте обеспечивают наряды. Именно они первыми прибывают по вызову. В случае необходимости им на помощь спешат мобильные патрули. Но сегодня в подмогу милиционерам вышли студенты молодежного отряда охраны правопорядка. Пьяных задерживали, которые там немножко бунтовали. В основном такой переход на красный свет пару раз было. А так такого серьезного другого ничего не было. Всего в Беларуси в рядах МООП состоит более 15 тысяч бойцов. За прошлый год они совершили более 9 тысяч выходов на дежурство, в ходе которых пресекли более тысячи правонарушений. Спокойными дежурства выдаются не всегда. Пока первый патруль уходит на охрану центрального парка, поступает вызов от второго. В парке имени Громыка задержали пьяного мужчину. Он едва держится на ногах, но явно не желает садиться в милицейский оазик. Вот уже и студентам медицинского университета приходится помогать милиционерам. Пункт назначения – специализированный изолятор. Пока ехали, задержаны усну. Растолкать и привести в чувство – задача не из легких. Но времени на раздумья нет. В изоляторе очередь. Из Новобелецкого района доставили молодых людей с упаковкой пива. Распивали в подъезде, чем и привлекли внимание местных жителей. Парень и девушка – безработные, но деньги на спиртное нашли. Теперь придется оплатить и услуги специзолятора. С начала этого месяца в республике стартовала вступительная кампания высшие учебные заведения силовых ведомств страны. Будущие офицеры должны быть физически развитыми, обладать определенными морально-деловыми качествами, иметь устойчивую к стрессам психику и отличное здоровье. О том, как преодолеть первый рубеж выбранной профессии, в материале наших корреспондентов. Какой мальчишка в детстве не мечтал стать военным, милиционером или спасателем? Школьная пора стремительно подходит к концу. И настало время определяться в выборе будущей профессии. Если вы хотите посвятить свою жизнь служению Родине, то первый шаг необходимо сделать уже сейчас. Для этого юноши и девушки должны обратиться в соответствующее с выбранной профессией ближайшее территориальное подразделение Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз или других силовых ведомств и структур для подачи заявления. Юноша приходит на собеседование. После проведения собеседования руководствами посредством подразделения определяется целесообразность, насколько он по моральным критериям соответствует службе правоохранительной системе. При положительном решении, положительной рекомендации со школой или любого иного учреждения образования, со службы вооруженных сил проводится комплекс мероприятий. Первое, это даются установочные анкетные данные, в ходе которых, затем проводится специальная проверка, при положительном решении и отсутствии компрометирующих материалов кандидаты направляются для прохождения военно-врачебной комиссии. Требования у нас едины, требования должны быть абсолютное здоровье и состояние психологического благополучия. Комиссия работает ежедневно с 9 часов, поэтому все врачи на месте. Мы осматриваем, проводим осмотр врачей. Наличие документов, которые необходимы для нашей комиссии, список имеется в наших работников кадрового аппарата. Минимальный срок прохождения комиссии – два дня. В первый день медосмотр, во второй или последующий – тестирование и беседа с психиатром. По окончании выносится заключение о состоянии здоровья и годности к поступлению в учебные заведения. Как и в других учреждениях высшего образования, относящихся к силовому блоку, наши курсанты обеспечиваются вещевым имуществом, продовольствием и проживанием на территории института в полном объеме. Помимо всего этого, с учетом того, что они являются работниками, они получают еще денежное довольствие. Курсант первого курса получает денежное довольствие в размере 2 миллионов белорусских рублей в течение всего учебного года. После окончания учреждения образования все курсанты трудоустраиваются в подразделениях органов и подразделениях пользуясь чайной ситуацией. В принципе, такая практика во всех силовых вузах. Почему? Потому что мы являемся учреждениями целевого назначения. При благополучном прохождении единого тестирования курсант зачисляется в вуз и подписывает контракт, в котором обязуются в случае отчисления во время учебы либо увольнения в течение пяти лет после окончания учебного заведения возместить затраченные на обучение средства. На данный момент военнослужащим предусмотрены льготы, главными из которых являются возможность строительства жилья с господдержкой, кредитованием под 5% и ранний выход на пенсию в 45 лет. После прохождения первоначальной подготовки я направляюсь в Ветковский район, Ветковское РОВД Гомельской области на должность участкового инспектора милиции. Основные приоритеты – это в кратчайшие сроки научиться, так сказать, полностью своей работе, узнать много чего, потому что в институте мне дали много знаний, но нужно также самообучаться, узнавать много чего нового. Это очень сложная работа, я должен знать много вещей. В будущем построю жилье, заведу семью, уже есть планы. Ну и карьерный рост, естественно. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. От лица нашей программы поздравляем всех защитников Отечества с праздником. Берегите себя и своих близких. Отечества с праздником. 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 Отечества с праздником.